Одна из реплик, из первых реплик, которая появилась в чате, в чате на планете, охренеть адаптация на радио. Если бы человек, который это написал, слушал свое радио периодически, ну так, в постоянном режиме, то заметил бы обязательно, что адаптация, в общем-то, в постоянной ротации на своем радио. Более того, весь этот рейв сейчас идет в эфире в качестве премьеры, причем достаточно плотно и качественно, как все у группы адаптации. Ермин Анти, вокал, гитара. Здравствуй. Здравствуй, Семен. Чего ж ты так замерто, дорогой мой? Кстати, адаптация сейчас в абсолютно фантастическом составе, друзья мои. Я с замиранием сердца представляю всех остальных музыкантов. И очень прошу хотя бы раз за эфир подойти к микрофону поздороваться. Вадим Курылев, гитара. Добрый вечер. Не, не, ну это не серьезно. Ну подойди к микрофону, пожалуйста. Вот, теперь... Добрый вечер, друзья. Вот, теперь ты звучишь. Звучишь как нужно. На бас-гитаре Сергей Буренков. К микрофону, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, единственный человек, к кому не надо никуда ходить, у него свой собственный микрофон. Поверни чуть левее. Левее, выше. Тяни к себе. Да, это он, ты понимаешь. Похож ведь на микрофон-то. Это вот Михаил Нефедов. Здравствуйте. Здравствуй, дорогой. Как скромно он об этом сказал. Ну вот, собственно, и это есть группа адаптации. Сегодня здесь новая программа. И мы безмерно рады тому, что ребята смогли к нам забежать, поиграть, посмотрев друг к другу. Приподними очки немножко. Друг к другу в глаза. В глаза, да. Посмотрев друг к другу в глаза. Я сразу сообщаю, как с нами связываться. На всякий случай, если вдруг у вас возникнет такое желание. 46-47. Это короткий номер для смс-сообщений. Пишите свои, пробельчик. Потом уже дальше все ваши вопросы, эмоции, впечатления делитесь. Официальная группа ВКонтакте. Там все просто. Там уже анонс давно выложен. В самом анонсе название коллектива выделено синем. Это значит, активная ссылка. Кликайте и оказываетесь у них в сообществе. Где, кстати, сразу я уже вижу тур, который прописан. Ну, в общем, если вы заинтересуетесь, то было бы здорово, если бы стали участниками этого сообщества. Можно отписываться тут же под фотографией. Что касаемо видео, то зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио. www.radio.fm Сверху вы обнаружите плеер, в котором слева в плеере онлайн-аудио. Справа онлайн-видео. Кликая на кнопку онлайн-видео, вы оказываетесь в картинке. Картинку нам представляет Планета.ру. Ну, и там же, собственно, на этом сайте, на этом портале под самим изображением под картинкой есть чат. Куда также можно писать все, что вы хотите. И, понятное дело, я буду это все старательно зачитывать, если что-то любопытное попадется. Все, это все о контактах с нами, о коннекте. Теперь давайте по делу, друзья мои. Что касаемо новой... Как называлась первая песня? Первая песня называлась «Лето любви». Она открывает наш последний на данный момент альбом. 13-й, я посчитал. 13-й, да. Альбом «Цинга». «Цинга». И сегодня все песни будут из этого альбома. Мы сыграем... Нет, мы сыграем весь альбом. Весь альбом. Да. Ну, а старенькие проверенные забойные хиты? Под конец. Под конец. То есть ты сейчас... Хорошая. Да-да-да. Напоследок. Вишенку потом уже с тортика. То есть ты сейчас вынуждаешь аудиторию, так сказать, дождаться все-таки конца, не уходить никуда. Конечно. Это правильно. Это правильно. Но я уверен, что и песни с альбомом «Цинга» зацепят обязательно. Просто потому, что песни замечательные. Я могу сказать, что для меня был выбор. Причем сложный выбор. Что ставить в премьеру. Думаю, «Цингу» — нет. Весь этот рейв — нет. Да что ж... В итоге, знаешь, как бывает. Плюнул на палец, поднял в небо. Вот куда подуло. Думаю, ладно. Вот он подул в сторону рейва. Ну, поставлю я в премьеру на сей раз весь этот рейв. Хотя весь альбом достоин того, чтобы звучать, ну, просто в постоянном режиме. Это тебе комплимент сделал. Спасибо, Семенов. Пожалуйста. Ну, надеялся, что он так поймет, пока не объяснил. Павел Ступников пишет. Вот это звук. Как на студийной записи по качеству. Звукорежиссер, сегодня работающий за пультом, наш штатный звукорежиссер Михаил Шкаленков. Овации, аплодисменты. А Павлу хочу сообщить. Он, судя по всему, непостоянный наш слушатель. Пять раз в неделю программа «Живые» в эфире. Абсолютно разные группы, абсолютно разные стили, жанры и направления. А со звуком всегда исключительно хорошо. Мы, собственно говоря, на этом и стоим. Рекомендуем вам почаще к нам захаживать. Давайте, ребята, что-нибудь еще сыграем. Слово и дело. Следующая песня. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня адаптация. Давай-давай-давай. Ладно, извини, давай. Давай. Слово и дело, товарищ. Кадры решают все. Мыши скрипут по углам. В нашей традиции заведено убивать. Или быть убитым пытать. Или не пытаться терпеть. Или насидеть позор. А тихо, барабан, по-другой. Комендантов больных крепостей. А не буду стоять до конца. Охраняя свой собственный страх. Поклоняясь постылым вещам. А не просто уязвить к тебе. Мы не будем жиреть и кижать. Горизон не забудет влюбленных. Белый диджей декабря. Своя могила углы и стены. Мы забывали слова. И что-то пели про перемены. Ты веришь в частную жизнь. Я знаю то, что мы беззащитны. Когда закончится фильм. Нас по экрану размажут петры. Смотри. Батальоны идут на убори. Эволюция требует жертв. Так на лицах спущай мессиварь. Отражается ужас времен. Мы растаем, как правильный снег. И оставим приметы следов. Горизон закрыляет влюбленных. Слово и дело, товарищ. Праздник и выдох лечь в срок. Плачет Европа во сне. Алой зарею пылает восток города. Лесу сбоны тоже везде. Все одно и то же мир мал. Нам не стать моложе. Реальность просроченной сней. Вставай на последний бессмысленный бой. Каталистский отчаянный мрак. Наполняет с тобою тела. И народы срываются с мест. Часовые на пышках не спят. Им терпеть азопой до утра. Горизон не отманет влюбленных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Когда инструмент перестает радовать, Курылев берет железяку и начинает скоблить по струнам. И издает вот такие вот замечательные, неожиданные для всех звуки, которые вы сейчас слышали. Причем с совершенно невозмутимым лицом, даже без эмоций он это делает. Гениальный совершенно человек. Вообще состав гениальный, я вам скажу. И что касаемо вопросов, то вот Олег Каральник написал мысль, которая, собственно, наверняка у многих, и у меня тоже. Я даже не знаю, что тут сегодня люди будут спрашивать, пишут он. Хочется написать 1500 сообщений, но ни одного вопроса не придумывается. Хочется пожелать этой группе долгих плодотворных лет творческого развития, здоровья, сил душевных, больше добавить ничего не могу, мира всем. Ну вот, понимаешь, какая штука? Действительно эмоциональный заряд огромный. Вот человек написал здесь, еще другой человек, сейчас я прочитаю сообщение, прежде чем я к нему подойду, я передам свои эмоции. Вы открывали программу «Живые» на нашем радио, когда мы стартовали там. Вот человек пишет, что год назад, нифига, два. Два. Почти два года назад. Время летит настолько незаметно, что, в принципе, даже и возразить-то нечего. Человек написал, Антон Штамберг. Почти год назад открывали программу «Живые» на нашем радио. Столько всего за год, пишет, он изменилось. И у группы, и у программы, ожидая очень интересных эфиров. Два года. Время летит настолько незаметно, что, знаешь, как чужие дети быстро растут. Своих как-то не замечаешь. Вот что за эти два года произошло? Кроме того, что записан альбом замечательный. Что еще? Очень много. Во-первых, мы... Были какие-то перемены в составе. Было написано много новых песен, которые составили этот альбом. Плюс ко всему, что в конце прошлого года был распущен актюбинский состав группы, и деятельность адаптации была перенесена в Санкт-Петербург. Вот человек и спрашивает по этому поводу. Перебрался в Питер уже на основатель? Нет, зачем? Я же в Питер перебрался играть рок-н-ролл, а не заниматься там бытовыми вещами, чтобы находить там... У меня семья, дети. Поэтому мне проще сесть в поезд или самолет и приехать в Питер на пару недель. На выходные домой, а сюда как на работу в Питер катаешься. Ну, в смысле, не сюда, а в Питер. Круто. Привет Ермену из Актабе. С наступающим праздником на Урыс. Всего светлого Дениса Бучер бежит. Денис, тебе тоже привет. А ответь, как положено. Ну, как вот... На Урыс Мирану Кутеболсон. Прелесть какая. Замечательно. Я надеюсь, Денис Бучер все понял. Ну, я ничего не понял, но мне понравилось. Это было... С праздником весны я его поздравил. Вот, я понимаю. Это группа, о которой любые слова излишни. Самые главные слова в песнях Ермена. Просто хочу сказать спасибо, что вы есть. Крой Линзонтрут пишет, например. И таких, я уверен, сегодня людей будет огромное количество. Так вот, я начал говорить, что начали мы с вас там, на той радиостанции. И для нас это было, ну, мало того, что честь, мало того, что удовольствие, еще и вот для меня было удивительное открытие. Когда человек, я сейчас говорю о слушателе, не готов к тому, чтобы воспринимать что-то для себя, возможно, новое и, возможно, необычное, неожиданное, он почему-то винит в этом других, не себя. То есть он-то прав. Его-то позиция единственная верная. А вот то, что он слышит, наверняка, знаешь, как мне очень нравятся в кавычках люди, которые пишут, всем мужчинам это не нравится. Все, когда хочется спросить, ты что, общался со всеми мужчинами, чтобы знать, да? Ну, вот как это? Всем нам это не нравится. Я же тогда для себя, вот, начав там программу и начав ее именно с группы адаптации, я для себя тогда понял, что тащить в свою религию всех нельзя. Нужно просто сказать людям простые, добротные такие, главное, на голубом глазу, на чистом глазу слова. Твоя религия замечательная, моя, своя. Нравится, будь рядом. Не нравится, иди. А вот тут уже можно не эфирные слова. Я уверен, только так, чтобы не в эфире, в прямую. И какая бы ни была у человека религия, если он человек с мозгами, он это поймет. Если без мозгов, то будет доказывать. Вот в этом и проблема. Мы часто чего-то кому-то доказываем. Чего никогда не делает Ермян Анти. Вот я знаю точно, что ты даже не пытаешься никому доказывать ничего. И не пытаешься никого передачать. Абсолютно, да, я не люблю доказывать, спорить. Ты делаешь что-то? Все, что мне надо сказать, я говорю в песнях. Так. Люди могут прийти на концерт, увидеть это более в энергетическом таком контексте, как это должно звучать, если для кого-то недостаточно прочитать текст или послушать песню с диска. Вот концерт это действо, где уже окончательно 100%, 150%. То, чего я хотел бы донести. А ты здесь попытаешься донести? Конечно. Сейчас будет следующая песня, где как раз настраиваешься. Вот хорошо, я понял, что ты готовишься к этому. Ты готовишься. Кстати, тут у Вадика спрашивают кто-то, не помню кто. Просто видел сообщение. А Курилев, он вообще играет во всех протестных группах? В принципиально? Или нет? Человек подметил, что где Курилев, там явно протест. Нет, ну это ж Ермян Анти, его зовут так уж. А, ну сам Бог велел. Сам Бог велел, действительно. Там, где Анти, там и Курилев. А 46-47, это короткий номер для смс. Сейчас прочитаю сообщение, а после этого споем что-нибудь. Добрый вечер всем. Адаптацию слушаю давно уже. Узнал о группе благодаря своей подруге из Волгограда. Тогда еще музыку переписывали с кассеты на кассету. Первое, что я услышал, был акустический альбом Ермена «Зона бесконечного конфликта». Сразу зацепили тексты, исполнение, а вернее сказать, потрясли. А когда послушал альбом «Джут», пропало окончательно. Хочу поблагодарить Ермена за то, что уже много лет радует своим творчеством, остается верным себе. Было приятно принять участие в создании нового альбома. Ну, видимо, краудфайдинги, да? Успехов в дальнейшем Юлия Нестерова из Красноярска. Вот. По-моему, добрые слова. Добрые, Юль, спасибо. Пора спеть. Что это будет? Песня, заглавная песня альбома «Цинга». Как всегда, живы в программе «Живые» здесь сегодня адаптация со своей новой программой, новым альбомом «Цинга». Поехали. Субтитры подогнал «Синга» Горький сушняк этих дней Вдруг детство устало уехал в Израиль Он был, как я, жил обек без корней Невозвращенцы и орденоносцы Апостолы внутренних дел С вами господь и авианосцы Знали тоска обухленных дел Стенка на стенку, правда на правду Бизнес в времен гражданской весне У проституток протестная масса У бацетистов мокрые смесы Левые, правые, черные, белые Мир это просто большая империя Деньги и власть, диктатура закона Земля не планета, красная зона Живут по понятиям, дети и взрослые У настоящего есть только прошлое Ждет перемен или дрожим на Сталина Мне все равно, когда рухнет здание Путь закопают Ленина Сотов в кремлевской стены Рухнут оковы времени И на смену козлам придут мудаки Сыскай Сыскай И на смену козлам придут мудаки Железная логика здравого смысла Твоя поэзия грустного города По выходным самоуничтожения Получает свою дозу с голода Нам не будет отец А из самого детства Без выгода нет И жизнь неинтересна Матроски на стенах Пишут, мол, в пружье Россия, провинция Все в одной куче Блаженны верят в последний шоу Стою ведь манила, шалевший дол Чейны, шоны, раны, баны Все те, кто не смог Доползки до нирваны Сенгар 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Shum площадей Ненасытные бросят хлеба Все для людей, потолок до самого неба. Улицы ждут оскорбения новых пророков. Юго-Восток, переполненных спальных районов. Ваши дела, яши, все же не искусство. Рвать паруса, наполнять тиханием чувства. Просто зимы, серость в пределах нормы и с пустоты. Голос порядка и униформы. Так повелось, ближе своя рубака к телу. Родина кровь будет сосать и требовать с меду веки. Пока они любят себе подобных. Редактор субтитров А.Семкин Страшно далек от тревог и забот народа. Полный вперед, эти реки не знают брода. Тебе лук и снег по следам нас найдут чужие. Спят на подстук непреступные часовые. Хорошо, хорошо сидим. Слушай, а вчера в Белгороде вы были, я так понимаю, да? Потому что уже не первое сообщение, благодарность за концерт. Хороший был концерт вчера. Вот и люди об этом говорят. Лучше в Туре пока. Вот так, да? В Белгороде, да. А Тур-Тур сколько уже? Каким городом был? Пятый город был. Пятый город был. Ну подожди, еще все впереди же. Конечно. Просто Тарковский здесь пишет в чате на сайте группе «Привет от Тарковского из Белгорода. Видео со вчерашнего концерта просто чума». Хорошо. А вы видео-то еще и не видели? Нет, конечно. Как я понимаю. Мы же в поезде ехали. Ну я понимаю. Ну значит вы должны понимать, что видео получилось замечательным со слов Тарковского. А Тарковскому человеку с такой фамилией не верить практически невозможно. Конечно. Ты же понимаешь. Чего? Тарковский сам чума. Это ты ответил. Сам ты чума как. Иногда он еще бывает параджановым. Евгений Караванов пишет. Не группа, не супергруппа. Это просто танк. Честно, мощно. Не в бровь, а в глаз. Ну за что мы любим адаптации. Кстати. Кстати. Это я сейчас хочу обратиться к молодой части аудитории. К тем, кто возможно чего-то где-то недопонимает. Потому что надо... Когда я сказал, что этот состав потрясающий, я наверное зря не упомянул. Может быть музыкантам это не очень нравится. Может быть музыкант сейчас будет скромничать. Но тем не менее, я считаю, это важно. Михаил Нефедов, например, барабанщик группы. Адаптация. 20 лет отработал в группе Алиса. На секундочку. Барабанщиком. Вот так вот 20 лет отдать Таищу Кинчеву. А потом, естественно, уйти в свое свободное плавание. Вадик Курылев. Такой тихий, скромный. Что говоришь? Потом адаптироваться. А потом адаптироваться, да. Тихий, скромный гитарист. Который добивается от своего инструмента иной раз совершенно невозможных, невыносимых, в хорошем смысле звуков. 16 лет группе ДДТ отдал. Больше? Кажется, да. Кажется, да. Кажется, да. 16 лет отдал группе ДДТ. Единственное, чего я не знаю, я не знаю про Сергея. Про бас-гитарист коллектива. Сколько лет, где отработал, в каких командах? Или адаптация первая такая, серьезная группа? Он в множество групп питерских играл, в проектах и играет. Вернись назад. Подойди к микрофону и скажи. Да, я играл, играю. Сейчас, на данный момент, кроме адаптации, еще 7 групп у меня в Санкт-Петербурге, в которых я играю. Обалдеть. А что за группа? Совершенно разные группы. Крим-Скрим, например. Так. Такая группа. Играю в проекте Стаса Березовского. В двух даже проектах. Сначала Стаса, и я напрягся. Ближе к микрофону, пожалуйста. Это бывший гитарист группы Сплин, который сейчас играет, Женя Любич. У нас с ним отдельный проект, Березовский Окестр. Тоже вовсю идут контакты. А что это за звук у нас, Паша? А, рокеры. Это байкеры к вам подъехали сейчас. А, байкеры подъехали. Да, они услышали про адаптацию. Понятно. Ну, то есть, как я понимаю, на сегодняшний день самая громкая группа, ну, самая такая известная, это адаптация. Естественно. Вот. Ну, хорошо. Когда-то, какое-то время спустя, какой-нибудь ведущий, помоложе, я к тому времени-то уже буду совсем пожилым человеком, скажет, ну, Сергей Буренков, 10, 15, не знаю, выше, я не хочу загадывать, лет отыграл в группе адаптации. Все говорят, вау, вау. Будем надеяться. По-моему, да. По-моему, шансы есть. Привет из Славянска. Спасибо Ирмену и группе за творчество. Это отличнейший альбом. В день выхода переслушал несколько раз подряд. Звук на своем, как обычно, супер. Окончилось время стихов после песен с альбома. Будет? Сегодня нет. На концертах мы будем играть. На концертах? Я имел в виду новую песню. Да, я понимаю. Но завтра, в концерт, там она будет. Ее не будет, но будет другая новая песня, которая уже написана после альбома, и которую играет именно этот состав. А сегодня ты ее не будешь? Нет. Что ж ты такой загадочный-то? Там будет это, там это и не будет. Сегодня мы эту петь не станем. Так интереснее. Да почему операция? Почему «ы»? Как там? Чтобы никто не догадался. Я, кажется, вспомнил полную цитату, как это звучало. Так, где-то был тоже любопытный вопрос, но я ее, кажется, потерял просто. А, привет из Воронежа, спасибо за отличный концерт. Приезжайте еще. Как в составе адаптации, так и со смежными проектами Станислав Каширский. Видишь, и Воронеж помнит. Конечно, помнит. Значит, хорошо прошло все. Хорошо прошло. И в Воронеже тоже хорошо. Я так к тому, что ты сказал, что в Белгороде самый был лучший концерт. А вот воронежцы могут, наверное, с этим особо и не согласиться. Так, адаптация была в Актюбинском рок-клубе, если я не ошибаюсь. Там много достойных было музыкантов. Давай, вот тут я спрашивал просто про казахстанские группы. Мы никогда не были в Актюбинском рок-клубе. У нас называлась наша компания Актюбинский панк-клуб. А к Актюбинским рокерам, которые позиционировались, а рокеры мы отношения не имели. У нас была небольшая компания, человек 10. Это было там 6 или 7 групп. То есть, если я там пел в адаптации, то в какой-нибудь группе я играл на барабанах. В другой группе на басу. Когда мы первый раз приехали играть в Москву в 96-м году, у нас приехало 5 человек, 3 группы. Все нормально. Круто. Это очень круто. Это весь казахстанский рок-н-ролл, собственно, вот он в лице Ермена Анти. Да, кстати, тут народ вспомнил. Кто-то пишет, Курлев вроде бы и сам неплохо поет. Да, более чем неплохо в группе «Электрические партизаны». А Вадик и на концертах хорошо поет. Просто что-то мы забыли микрофон поставить сегодня. Так давай поставим в паузе что-то. Сегодня не надо. Сегодня не надо, давайте. Чтобы так интереснее. А да, а почему «ы»? Ну да, чтобы никто не догадался. Я уже понял теперь. Да, «Электропартизаны» тоже в ротации своего радио, между прочим. Так ты не знал? Сейчас сделаешь вид, что-то... Я догадывался. Он догадывался, подозревал. Он не знал. Так, Ермена, спасибо за отличный целостный альбом. Спасибо, что собрал отличный состав группы. Вопрос такой. Не собираетесь ли вы в Сибирь? Ну, в смысле с поездкой. В Сибирь. Вообще зовут? В Сибирь или полная тишина? Данила Харченко спрашивает. Осенью, надеюсь, поедем. А, то есть есть планы? Да, конечно. На Сибирь тоже. Привет из Оренбурга. Ермен, вы участвуете в оформлении своих пластинок? Какие литературные предпочтения у вас есть? Про литературу давайте не будем, а про оформление пластинок да, участвую, конечно. Тут, кстати, что касается пластинок. Боже мой, вот что я искал, да забыл. Просто убежал сообщение. Человек выложил, такая, я так говорю, милая фотография. Десять альбомов группы «Адаптация». На одной фотографии, причем на простыне с лебедями. Голубая простынь, на ней изображение лебедей летящих. Вот, да? Что я не вру. И десять альбомов группы «Адаптация» выложены один к одному. Очень красиво. Нет, десять, восемь, одиннадцать, пардон. Одиннадцать альбомов выложены в Аде Кашин. Человек, который, видимо, собирает все, что может из твоего творчества. И пишет при этом «Адаптация». Отличное издание дисков. А винил будет просто мега супер, я уверен. Да, но это надо не только нам спасибо, но и издательство «Выргород» сказать, которые очень трепетно относятся к выпуску компакт-дисков. У них красивое оформление, буклеты, и они очень, как бы, этим дорожат и стараются продолжать в том же духе. Да, дай им Бог здоровья. Конечно. Дай им Бог здоровья. Давайте петь будем дальше. Что это будет? Это будет песня, которая находится в данный момент в ротации своего радио. Весь этот рейв. Эта песня пока идет в премьерах, но она останется, само собой, в ротации, безусловно. Поехали? Давай. Поехали. Поехали. Утоп в проводах, а в мире электричества так уж устроен звук и гитар. Холод эфира и рушимость наших границ. Роскошь, комфорт, небезопасность, тертый до дыр. Затасканный сиберклассики жанра. Весь перспектив падают цены на рынке. Люди, ты все летишь, и под тобой дома, и любишь. Сколько еще будет лутиться холодный век и русский шансон? Вера в дом, что летать каждый вечер время пришло. Хватит считать зажившие раны, нам повезло. Сразу по-крупному и без обмана. Белый билет. Пропуск сокровищем вечного ада. Вечный дедлайн. И больше уже ничего не надо. Падает снег, он растает без отъяснений. Каменный век, запах пещеры под земель и тлеет трава. Плечи готовы осилить нож, песня моя. Может скусаться и горчить рожу. Летто на всех. Общая камера под наблюдением, это не грех. Каждый второй под подозреньем. Что нам терять? Коли долги не по карману взять и уйти. Сладкий покой, дешевый нирван. Не опоздать. Не оглянуться и не заметить. Взять и проспать. Час, когда вырастут новые дети. Слышишь шаги? Кто закрадется и дышит в стену. Пуля в песок. Так иногда поступаем в мужчины. Вещие рвы. Нас не затянет трясина. Хватит весны. Свобода невыносима. Вот моя плоть. Ты можешь придумать пепел ночью во сне. Снова увидеть север, гнать напролом. По бездорожью столпотворений вспышется гром. Галлюцинации от повторений нет никому. Ни до кого никакого дела. Все как один. Ляжем как вит в борьбе за это раненый мир. Нам больше уже ничего не надо чувствовать ритм. И еще немного себя солдатом. Весь этот рейф был обречен к утру заскнуться. Они покричат и как всегда разойдутся. Ну вот, я же говорю, сложный был выбор для меня. 46-47 это короткий номер для смс-квашек. Сначала свои пишите, затем делаете пробел. Ну а после уже пишите все, что хотели бы адресовать коллективу. Первый раз услышал на концерте ГО. Ребята играли на разогреве. Тогда не очень понравилось, а с годами распробовал. Ребятам удачного тура и больших новых альбомов пишет Андрей. Играли на разогреве у гражданки, я так понимаю, да? Да. Ну расскажи, как это было, в каком году? Это было пару раз. Я уж не помню года. Один раз в кинотеатре Эльбрус, другой раз в ДК Горбунова. И вот в кинотеатре Эльбрус было интереснее. Почему? Там концерт такой, я понял, что был разовый. И когда мы туда пришли, уборщица этого кинотеатра мыла полы перед сценой. Она думала, что это будет какой-то такой обычный концерт. Когда концерт закончился, половина зала была убита просто. То есть зала как такового. Я понял, что это такая разовая акция, которую там проводил авангард красной молодежи Сергей Удальцов. То есть люди приходят, договариваются, говорят, мы хотим провести концерт группы из Сибири. Платят аренду, играют в концерт и больше туда не приходят. Да потому что зал вынесли, видишь. Понятно. Мы тоже такое часто практиковали в 90-е годы в Октябрьске. А уборщица тоже, видимо, новенькая была. Не очень. Нет, там была бабушка такая, но она такого не видела никогда. Вот, и новенькая. Она впервые, возможно, пришла работать в такое место, где такое происходит. Ну вот, человек, видишь, помнит о том, что это было. И помнит даже, перед какой группой это происходило. Здравствуйте, живы. Ермен, как возникла идея с детским хором в песне «Империя наносит ответный удар» и с привлечением к записи Сергея Летова? Спасибо Азаптации за новый альбом. С уважением, Юля. Сергею Летовым давно хотелось сыграть. И все не предоставлялось удобного случая. Но вот на этом альбоме мы уж решили точно договорились. Сергею спасибо большое. Он откликнулся, зная его манеру игры. То есть я видел в «Гражданской обороне», как он играл и в разных других проектах. Я понимал, что высылать песни ему бессмысленно. То есть человек импровизирует, играет такой авангардный фри-джаз. Поэтому в процессе записи мы решили обойтись образами. То есть на песню Ценгая просил играть его, изображать крик бешеных слонов. На песню «Не стану своим» попросил дать Шостаковича. Где-то попросил сыграть что-то религиозное. И все получилось. То есть буквально за пару часов мы записали. Он сыграл больше песен, но мы в двух оставили. А с детским хором идея, как бы, пришла песня «Империя». Она написана была еще в 12-м году. Мы ее играли. Это вообще никто не понимал, о чем. Она, как бы, всем казалась какая-то, ну так. То есть ты заглянул вперед? Что-что-что-то непонятное, да. А вдруг в процессе записи и всех этих событий, которые происходят, песня стала не то, что очертания принимать, она стала там в цемент превращаться какой-то. И слишком могла бы быть жесткой. И поэтому, чтобы ее немножко разрядить и делать какую-то, в ней оставить надежду какую-то в конце, мы решили записать детский хор, что наш звукорежиссер и проделал. Но там были еще и наши голоса с Вадимом. А в процессе сведения мы поняли, что наши голоса уже там не нужны. А что за хор? Ну там дети взрослые, маленькие. Маленькие. Совсем-совсем. Ну лет 10, наверное. Они первый раз пришли в студию, им очень понравилось, они от души очень спели. Потому что им сильно понравилось, или потому что им в студии в первый раз были. Вот человек пишет, что это было в Горбушке в седьмом году. Ну вот тот концерт, который он имел в виду на разогреве УГУ. Ты же сказал, что их два было. Вот он как раз был в Горбушке на том концерте. В седьмом году это происходило. Так, Максим Зверев спрашивает. Можно вопрос? Было ли такое, что хотелось прекратить существование группы или не было? И как вы ушли от этой идеи, если она вдруг была? С уважением, ваш слушательец города Домодедово. Не знаю, наверное, были какие-то там моменты иногда, когда хотелось не то, что заняться другим, прекратить заниматься вот этим. Но как бы в адаптации за 23 года переиграло очень много людей. Были какие-то составы, которые... Все разные люди переиграли. Были какие-то составы, которые по прошествии там нескольких лет уже как бы, ну не то, что энергетически себя не все представляли. Люди не хотели с друг с другом общаться. Такое часто бывает. То есть люди два-три года вместе находятся, там плотно общаются, что-то делают, а потом у них не то, что пропадает интерес друг к другу. То есть были такие моменты. Ну а так, чтобы перестать играть, как бы, нет. Я с детства мечтал петь и играть рок-н-ролл. Ну и уже занимаюсь этим четвертью века. Ну и правильно делаешь. И правильно делаешь. Тут, кстати, кто-то поправочку вносит. Дескать, во втором году это было в Эльбрусе, кинотеатре, а в пятом это была Горбушка. Смотри, люди больше знают и больше помнят, чем те, кто, собственно, принимал участие в процессе. А я перестал уже все это. Правильно. Смысла нет. Я тоже. Мне тоже как-то говорят, что в таком-то году было то-то, в таком-то, ну и касательно того, что я делал. Я открываю круглые глаза и говорю, да? Боже, чтобы я об этом еще помнил. 46-47. Это короткий номер для СМС. К ваших сначала пишите свои, потом делаете пробел, а дальше уже ваше сообщение. Префикс «свои» обязателен, иначе сообщение уйдет в другую сторону. До нас не доберется. Было бы нехорошо и жалко очень потерять его. Так, тут еще были «Я превращаюсь в цемент», «Я превращаюсь в цемент». Цитаты пошли уже от наших слушателей. Надо, наверное, вот что сделать. Надо было еще что-то спеть, после чего, естественно, посмотрим, сколько там времени останется, нам надо будет уйти на паузу. В любом случае. Что это будет за песня? Следующая песня «Вся мощь и бессилие». Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня адаптация. Их новый альбом «Цинга». Их новый альбом «Цинга». ПЕСНЯ 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 Моё поколение. У нас есть ещё буквально три минутки до конца этого часа. Давай мы их посвятим вдруг неожиданно серьёзной теме. Что твоё поколение? Оно так бессильно? Оно просрало практически всё. Да как это? Да вот так вот. Ну как это? То есть вот то, что сейчас происходит, это следствие того, что моё поколение, то есть в 70-х годах мы ничего не сделали для того, чтобы изменить. Если в 60-х годах люди в Америке боролись против войны во Вьетнаме, имели какую-то гражданскую позицию, то моё поколение, к сожалению, было куплено, называется ещё поколением Пепси, телевизорами и всем этим потребительским образом жизни. Ну это же страшная штука. Это твоё поколение? Да, конечно. А ты какого года рождения? Я 74-го. Я имею в виду поколение 70-х годов. То есть те, кого Пелевин называл, Generation P. А, ну да, Пелевин об этом уже как-то написал. Пелевин об этом тоже писал. Это да, это правда. Но ты знаешь, тут не то чтобы спорить буду с тобой, а я выдвину аргумент против того, что ты сказал. Дело в том, что твоё поколение и моё поколение, я чуть раньше, ну, чутка, на 7 лет. Ну, это, в принципе, не считается, да? Поколение считается 15 лет, по-моему. Полпоколение я от тебя раньше. Так вот, люди, которые жили в том периоде, вот имею в виду, мы о политике вообще не говорим в программе, поэтому я буду вежлив. Люди, которые жили в том периоде, когда вот я был подрастающим ещё, они жили в состоянии закрытости абсолютной, как в бочке. Знаешь, как диоген, у которого нет выхода из бочек, нет возможности, вообще ничего нет. Слушали закрытые голоса, так сказать, запрещённые радиостанции, чтобы как-то понимать, что там где-то происходит. А потом, когда товарищ Ельцин сказал, нате вам свободу, несите сколько хотите. Вот сколько унесёте, столько и будет. Вот тут-то это поколение, оно ведь не виновата в этом. Ты говоришь, просрали. Извини меня, так любое поколение просрало бы. Когда ты жил всё время в закрытом пространстве, а тут на тебя куриные ножки, пепси-колы, о которых ты мечтать не мог. Вот тебе и джинсы с нормальными лейблами, которых ты, в принципе, когда-то, я помню, как мы это покупали. Боже мой, это же целая детективная история. Понятно, что растеряешься. Понятно, что человек просто встал перед выбором. Это как-то Роман Романов был такой замечательный цыганский гитарист, цыганский музыкант, хороший друг, мама моя. Вот они, когда с женой уезжали в Штаты, эмигрировали, это был конец 70-х годов. И вот он оттуда написал одно из первых писем матери. Люся пишет. Ты не представляешь себе, что такое проблема выбора. Я зашёл в магазин, и передо мной 48 сортов сыра. И ещё столько же колбасы. Я как баран стою, смотрю на это. И думаю, как же я из этого всего выберусь сегодня. То есть, естественно, что человек, получивший возможности вдруг неожиданно для себя, он растерялся. Это растерянное поколение, скажу так, в оправдании этого поколения. Поколение ничуть не хуже. Ты, извини меня, ты сам человек этого поколения. Ты прекрасен в своём творчестве. Ты открыт, честен. Как это? Извини меня. И таких людей, в общем, достаточное количество. Но просто время такое было. Такой был переходный трудный период восприятия. Чисто психологически. Поэтому не гневи судьбу. У вас прекрасная... Я не гневлю, я просто хочу сказать, что счастье не в пепсиколе. Это чистая правда. Это чистая правда. Но поколение ничуть не хуже, чем все остальные. Правда, обстоятельства разные. Не всегда дающие возможность... А я же не только про бессилие, а про мощь. Да дайте я Бог здоровья. Я же хотел поправить тебя в бессилии, а с мощью мы уже разобрались. Надо прерваться совсем ненадолго. После чего, естественно, продолжим. Ну что ж, давайте продолжим. Пауза закончилась. И напомню, сегодня в программе «Живые» на своем радио группа «Адаптация» со своим новым альбомом «Цинга». Здесь есть сообщение, после которого я попрошу вас сыграть что-нибудь еще, потому что пауза была и хотелось бы вашей музыки побольше. Вот Сергей Малявин что написал. «Приветствую. Познакомился с «Адаптацией» благодаря ротации на своем радио и программе «Бронемира». Ермен был в гостях в «Цветах пустыни». Кажется, группа равна по уровню в кавычках «монстрам русского рока». Термин этот я страшно не люблю. Ермен тоже. Какие же монстры? Нет, не монстры, я про русский рок. А монстры, да, я смотрю на вас, монстры, конечно. Вот только так я и не понял, почему все, в том числе и «Бронемир», называют их панками. Лично я ничего подобного не вижу. Всем же успехом в панке можно было бы записать большинство рокеров, а оставшуюся часть тогда записать в попсу. Что ты ответишь на это? Ну так повелось, мы-то начинали как панк-группа, это однозначно, когда мне там было 17-19 лет. Ну когда не умеют играть музыканты, называют себя панками. Нет, почему? Нет, мы умели играть. Да ладно. Ну так, как сейчас? Не так, как сейчас, чуть похуже. Вот, а то мы есть. Просто я ходил с ирокезом в булавках, как бы с нашивками Sex Pistol, с Exploited. Да, я тогда был панком. Там сейчас мы, мне кажется, все больше к прогрессивному року отходим. Ай, все заржали почему-то. А почему все, почему курыли опрыжу? Долго рассказывать. Ладно, тогда если долго не будем. В общем, панки, не панки, главное хорошая музыка. Во всем остальном, мне кажется, все эти брендики, все эти названия, все эти примочки, которые касаются группы, имею в виду жанров и стилей, журналисты придумывают. Музыканты играют музыку. Какая будет следующая песня? Не стану своим. Песня о месте человека в этой жизни. Плохо, конечно, на своем радио не быть своим, но это я так от себя. Как всегда живой звук в программе... Каламбур. Как всегда живой звук в программе. Живые здесь сегодня адаптация. Пежал. Как всегда. Пежал. Старая свастика новых знамён Птицы, живущие под подолгом Все, кто могли кем-то стать, перестали Сердце хранят свой последний патрон Тяжесть в груди — это время долгов Только глухие не слышат шагов Бодро шагает народу пехота И в глубины чёрной пасте веков У консовольцев лёд вместо сердца И я замерзаю в этой стране Банков Америка съел моё детство Крис Уолл-стрит о готовой грязне И консиментом не знает пощады А пропаганда режет, как нож Кто-то тихонько внутри меня плачет Я не в силах помочь Я не в силах помочь Среди темноты отечавших окраин Сверкает огнём третий Рим Но что бы я ни делал, о чём бы ни пел Я здесь не стану своим Своим, своим Я стану своим, своим, своим Я стану своим, своим, своим Я стану своим, своим, своим Играет музыка Мой дом, улица, тон, твой подвал Наши герои мертвы Наши близкие не исключают провал Я больше здесь и сейчас Мы отныне везде и всегда Обезьяны холодных пещер Полуводишь, формуешь, и я небесна Я не видел смысла терпеть Ты любила путать следы Мы не любили людей Но у нас еще были мечты До тех пор, пока молодежная сборная Не совершила прорыв С утра мы проснулись с другими людьми И сразу ушли во вторых Я мог бы уехать в район Бенелюкна Вдыхать самудушливо, сладостный дым Когда под ногами земля стала кашей Я понял, мое место в свете Если стану своим Своим, своим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну раз уж здесь зашла о поколениях, давай поговорим о сегодняшнем У нас тут вот с Юлей Сейчас спор случился в личной переписке Например, она написала, что А нынешнее поколение Все сплошь инфантильные Они добьют предыдущее Просто окончательно Я, например, с этим... Ну да, традиция такая добить предыдущее Но оно не инфантильное Мне кажется, наоборот Что нынешнее поколение Оно гораздо лучше и продвинутье Если так можно сказать в кавычках На самом деле, часть правды есть Оно более свободней Часть правды есть в ее словах Что инфантильных сейчас достаточное количество Особенно среди молодых людей Так выходит Потому что поколение потребителей Кого еще могло как будто бы, да, так исправить Воспитать Таких же потребителей Да еще и наделенных возможностей Имеющих возможности ни черта не делать Получать Но они уже о колбасе не думают, слава богу Да, вот это еще правильное слово Они не думают о том, как выживать Потому что вроде как все сейчас в порядке И они уже как-то так больше нашего подготовлены к будущему Потому что сейчас лет с пяти ребенок В этих гаджетах, в компьютерах Разбирается больше, чем у взрослый пап У них есть какая-то перспектива Другое дело, что вот огромное количество музыкантов Приходит в программу «Живые» Естественно, молодых музыкантов Совсем еще юных И таковых лет двадцать, там, двадцать один От роду шпарят так И делают такую замечательную музыку И с такими прекрасными текстами Что назвать их инфантильными У меня язык бы не повернулся И если бы там, скажем, посмотреть на эту историю Под другим углом Ну, дескать, ну это скорее исключение То каждый день, пять раз в неделю Исключений быть не может Скорее всего, кому-то где-то не повезло У кого-то дети выросли инфантильными Но это не значит, что все таковы Мне кажется, что поколение сегодняшнее Оно как раз гораздо более боевитое Скажем так И подготовленное к тому, чтобы завоевывать пространство Для того, чтобы расталкивая локтями Выходить на свои нужные позиции Правильно? Я рассуждаю Та самая молодая шпана Ну, как мне кажется Та самая молодая шпана Она уже, в общем-то, пришла Но вас расталкивать не надо Вы все равно на месте не стоите То панками играете То пост-рок играете То, в общем, чего вы только не играете И, в принципе, тут не придраться, на самом деле Окей, давай дальше двинемся Тут есть пара вопросов тоже было На которые я обратил внимание Вот, например, даже не вопрос, а мысли От Владислава Масликова Классный эфир сегодня Ничего не хочется спрашивать Это как в самом начале я и сказал Просто посидеть, послушать Замечательную музыку Отличных музыкантов Они без вопросов все расскажут Сидишь, отдыхаешь После тяжелого рабочего дня Спасибо адаптации за их творчество И долгих плодотворных лет существования Что в начале человек об этом сказал Что в середине программы Ну, правда Когда хорошо, так хорошо И, в общем-то, спрашивать ни о чем Особо не хочется Смотри-ка, мне любопытно стало вдруг Вот что Сейчас альбом Цинга Вы с этим альбомом, собственно говоря Туры катаете Презентуя эту работу Но, как я о тебе уже услышал Есть песни, которые не вошли в альбом Но были написаны, видимо, уже после того, как альбом был составлен Вы их тоже поете Что касается песен, которые не попали в альбом Будучи уже написанными в тот период, когда альбом готовился Они тоже ведь есть, правильно? Или вы делаете... Ты делаешь... Вот нужно тебе 10 песен для альбома Ты их сделал, и все И никаких... Нет, ну это пластинка Цинга Песни писались в течение трех лет Вот, как они были готовы Написаны То есть у меня уже... Я понял, вот альбом Как бы созрел Другое дело, как это технически Как бы довести до ума У нас была вот эта акция Крауфандинга Где мы собрали там быстренько необходимую сумму И в течение какого-то времени Там мы записывали Но жизнь не стоит на месте Поэтому есть песни, которые были уже написаны Там в процессе записи альбома Или после Что-то мы играем на концертах Что-то я играю один на акустических выступлениях Время покажет Я думаю, летом мы в студию сядем И что-нибудь попытаемся сделать А еще даже... Да, конечно То есть на месте стоять не собираетесь Нет, ни в коем случае Мало ли, а вдруг почивать на лаврах Написали альбом Все, теперь можно как-то отдохнуть немножко, нет? Нет, сейчас хочется наоборот Много записываться Это клево Вот, значит, время собирать камни получается Ты был прав Кстати сказать, не только у тебя Между прочим Я просто, насколько общаюсь с музыкантами У очень многих сейчас подъем какой-то творческий То ли весна наступила Уж не знаю чего Как-то эмоционально людей подталкивает к этому То ли период сейчас такой, в принципе, в атмосфере, в космосе Завтра солнечное затмение, вроде как, обещали И такой период достаточно непростой Но, тем не менее, люди с горящими глазами Их становится все больше Все больше Это же круто Давай будем дальше петь Я все Жду еще и еще песен ваших Давай Что это будет? Империя наносит ответный удар К сожалению, без детского хора Без детей Жалко, конечно Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня адаптации Поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас ничего не вышло Впрочем, как и у многих Пришелших на смену ветру Обломавшихся на эпохе Зарытых в сырую землю Увязших в тресине будней Каленым железом пышки Иллюзию слова люди Которые, это снова комитет Освещают дорогу срящим Барабаны за будки стоком А чего мы так часто плачем Заедая собачьим воин Забивая вороньим карикам Наши девы ходили сторонним Между Афиней и Верлином Их почти задохнули Раздувая пожар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Перегрели свободы Не считали чужие жизни Отравляя колодцы Обещая молиться за все весна За полярным адом Беломором и Магаданом Это древние злые боги К нам опять повернулись задом Разрывы не стреляют утра По нищениями экспонатам По храническим добровольцам По запутанным и распятым Крепостные писали письма И желали от смены распад Выбежали от коммунизма Нас сажало большое блядство Господа миротворцы Теркот полный провал Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Редактор субтитров А.Семкин Чем дальше тем больше Чем выше тем круче Мы учились прощать И любили друг друга мучить Когда кончится воздух И исчезнет бумага Когда многие без нас уже Ничего снять будет не надо Так приходит упадок Запустение и скука Не найдет себе места Предрассветная сука Только цифры, факты Только баксы и пунты Это родина монстров Нас накроют с собой гунны Время держит надежда Как и за нас ждет пол Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Империя наносит ответный удар Да, жалко детишек не было. Но, тем не менее, это никак не умаляет всей прелести этой песни. Тут народ спрашивает за такие вопросы, неожиданно иногда задают. За какую команду болеешь? Вообще, болеешь ли за кого-нибудь в спорте? Че? Ну, в футбол. Хоккей. Ну, хорошо, в хоккей. Хоккей, да. Я говорю, в спорте вообще. Да, футбол не люблю, хоккей больше люблю. За астанинский Борис болею. Ну, в общем, было бы странно, если бы за кого-то другого. А почему футбол не любишь? А, да, 22 бугая за одним мячом, да, вот это? Нет. Просто у нас играть не умеют футбол, по большому счету, там, в бывших постсоветских республиках. Это раз. Во-вторых, в хоккее, например, в отличие от футбола, нет таких вещей, как вот этого безумного фанатизма и связанного с ним. То есть нет около хоккея, как, например, есть около футбол. Как-то нет. Есть он какой-никакой? Нет, в хоккее таких вещей, как там национализм, сенофобия, такого нет. Ты об этом говоришь? Да, об этом. Я думал, ты о финансовых делах. Нет, финансы, понятно, это немножко другое. Я имею в виду отношение болельщиков к тому виду спорта, который они любят. Все-таки футбол, это немножко, на мой взгляд, похоже на какие-то гладиаторские бои из времен Римской империи. Ну, хорошо, я тебя услышал, да. Я больше люблю хоккей. Частосо футбол идет, Лига Европы, там народ болеет, переживает. И КХЛ идет, плей-офф, серия тоже. Я говорю, сегодня играет «Динамо» с Наполи, я к тому, что прямо вот сейчас. Мы тут с собой разговор разговариваем и песню поем. А там. А там билбсы, да. Я к этому. Поэтому и вопрос был уместен. Так, а вообще, кроме хоккея тогда, что еще? Ничего больше? Да вроде нет. Волейбол. А пляжный футбол нет? Нет. А пляжный волейбол женский? У нас Миша по спорту самый главный. Миша. Простите у него. Миша. Он любит много видов спорта. Женский бильярд? Биатлон. Нет, биатлон, да, золотой вид спорта на самом деле. Я как-то не так давно на Олимпиаде посмотрел пляжный волейбол женский. Я понимаю, почему мужики любят ходить на это мероприятие, вам скажу. Я очень хорошо понимаю. Если вы посмотрите костюмы, в которых девушки эти играют, неважно как. И вот тут, кстати, сказать, вот эта позиция, что играют плохо, хуже других. О-о-о. Мужики болеют, я тебе скажу, не по-детски на самом деле. Даже, по-моему, не обращай внимания на счет, который на табло. Друзья мои, ну, мне хотелось бы, наверное, сейчас тоже устроить эту перекличку. Тем паче сейчас группа адаптации находится в туре. И было бы любопытно, в каких городах сегодня наш эфир слушают. Слушают программы «Живые» и свое радио. У нас есть такая традиция. Люди с радостью к этому, кстати говоря, относятся. Очень лихо сразу реагируют и пишут. Достаточно написать просто название города. А когда я зачитаю потом города, в которых сейчас слушают эфир, вы сможете сориентироваться. Те ли это города, где у вас намечено, скажем так, в ближайшее время появиться с вашим туром. Вот Ульяновск, ну, пошел список потихонечку, пока будете петь следующую песню. Я вам зачитаю из этого списка, само собой, уже все города, которые были обозначены. Надо бы что-то еще. Так, и заключительная песня альбома. Пластинки на последнее. Черное место. Это вот ты имеешь в виду заключительная песня «Пластинки». «Пластинки», да. Но мы еще поиграем сегодня. Ну, вот я очень на это сильно... Мы сначала решили альбом сыграть, так как мы же презентуем новую пластинку здесь. Поэтому мы по порядку сыграли. А потом будет еще что-нибудь из старенького. Потом штуки три стареньких. Давайте. Вот, спасибо тебе большое. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня адаптация. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Париже дожди, бульварная пресса Тошнит от вина, и я еле терплю Здесь вчера вспоминали фанатика Гесса В привилегированном узком кругу Буржуазная сын цепи среднего класса Хищные тени белых ночей Это Санкт-Петербург Ужаснулся гримасой Это стал твой район У лес и винных полей Всем не хватит воды На халяву написать Вся души своё шаштат Пристрели аппетит Над Дамаском всю ночь Кружили чёрные птицы Иногда у меня Нигде ничего не болит Суеверные псы Ритуального скотства Быть расстрельных команд Шесть семьи палача Тимпнота этих душ Не приемлет уродства Как и сто лет назад Мир спасёт красота Либеральный фашизм Активисты фасфуда Нам придётся подохнуть В этом циничном раю Миллионы пройдут И проложат дорогу По которой другие Возможно куда-то придут А пока тает льды И меняется климат Не сильнее прыщи На изъедином солью лице Мы привыкли страдать За любовь и науку И не думать о том Что ждёт на самом конце Нас никто не найдёт И не будет в погоне Дорогих спецэффектов Хэппи-энда и сэнд Мы снимали кино Нарушали законы И не ждали от вас Никаких перемен Так не думай о том Чем кончается ветер Что приходит на смену Нашим с тобой временам Мне вчера сообщили Ещё один конченый гений Не смог удержаться И сорвал свой стокград Берегись городов Косоглазые бабы В урожайные дни Не щадят никого Обходи стороной Оскотники и парады Привыкай оставаться Человеком в пальто ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Хорошо. Вот хорошо. Хочешь узнать географию сегодняшнего эфира? Ну, я так это пробегусь по городам. Ульяновск, Новокузнецк, Арзамас, Самара, Ижевск, Брест, Курганская область, Щучий, Буй, Костромская область, Камрад, это Молдова, Гагаузия, Петропавловск, Казахстан, Семикаракорск, Ростовская область, Нефтьюганск, Колчевск, Семипалатинск, опять же Казахстан, Южная Бутова, Сольцы, Санкт-Петербург, Москва, но это понятно, Харьков, Павловск, Воронежская область, Орск, немногочисленный, но преданный, пишет человек, Тверь, Белгород, Тамбовская область, Новосельце, Ростов-на-Дону, Китово или Кетово, Курганская область, вот я не знаю, где ставить ударение, Минск, Скопин, Рязанская область, Бобрикова, Луганская область, Балашов, Саратовская, Витебск, это Беларусь, Арзамас, Зубцов, Ниагарафолс, Нью-Йорк, Лондон, кто у нас там еще, Монреаль, это реально все время с нами, Томск, Ижевск, Архангельск, Барнаул, Вологда, Белгород, Нижний, Архангельск, Астрахань, можно дальше читать или уже достаточно? Понятно, что география широкая очень, Белев, Оренбург, Славянск, Ешкар-Алану и так далее, Севастополь с нами, слава богу, Костомукша, городов очень много, и тур у вас будет продолжаться еще до каких пор? До июня мы поездим по стране, у нас будут концерты в России, Беларуси, Казахстане, летом будем отдыхать, что-то записывать, то есть до конца мая будет концерт, очень много будет городов, я думаю, городов 20 мы посетим. Клево, это очень здорово, я вообще считаю, что нужно было это делать уже давно, просто покрывать страну собой, как бычок покрывает молодое женское стадо, как у коров называется, ну если у собак сучки и кобели, то у лошадей кобыла и конь, а у коров как, бык и корова, наверное, так и... Телки. Телки, ну правильно, надо покрывать страну. Значит, вот вопрос какой задает Александра Павлова, она, собственно, даже и вопрос, и собственные соображения, и очень кстати, я этот вопрос сейчас немножко так перефразирую по-своему, поговорим об этом, мне кажется, интересно было бы. Семен пишет, она, у меня к тебе большой риторический вопрос. Я узнал о тебе два года назад, пошел слух, что на нашем цементе с программ-директор, но сами изменения для меня знаменовались появлением в эфире адаптации. Это было так внезапно, это был такой глоток свежего воздуха. Скажи, вот как так получилось, что российская музыкальная индустрия оставляет за бортом такие группы, как адаптация, оргия праведников, например, взрослые, серьезные музыканты, очень взрослая музыка, почтенные, послужные списки, есть своя аудитория. Почему у нас это андеграунд? На этом что, нельзя заработать? На этом можно и нужно зарабатывать. Художник не должен быть голодным. Почему, например, Би-2 признаны, а такие группы, как адаптация, только благодаря тебе, пишет она. Да не, не только благодаря мне. Почему? Масса людей, которые помогают в этом, попали в формат. При всем моем уважении к тем и другим, закрываются клубы, группы, которые собирают десятилетиями, сидят в неформате. Я отвечу на этот вопрос, можно? А потом, если захочешь, ты продолжишь. Так вот, на мой взгляд, я как-то сделал для себя открытие, просто полистав фамилии, полистав список фамилий нынешних российских продюсеров. Ну, или продюсеров я их больше называю. Вот этих людей я называю продюсерами, а не продюсерами, которые работают для российской СРАДы. В слове СРАДа слова Т нет, буквы Т нет. Дело все в том, что в 90-е годы всем хотелось жрать. Ну, в общем, кушать хочется всегда. И, собственно, как-то зарабатывать надо было. И люди, которые, в общем, ни много ни мало играли в серьезных в свое время рок-командах, став продюсерами, вот здесь уже так надо произносить, стали зарабатывать на обычных продюсерских проектах. Девочек трех-четырех с пятым размером, ну, четвертым минимум, да, так, чтобы трусики потоньше, лифчики побольше поставить на сцену, успели под фонограмму, нормально скосили бабла и пошли отдыхать. Вот до тех пор, пока вот эти люди, при всем моем к ним иногда бывает даже уважение, не уйдут в историю попса и будет продолжать зарабатывать больше, просто потому что жрать-то хочется всегда. Ну, чего далеко ходить-то? Дробыш, например, Виктор, известнейший музыкальный продюсер попсовый. Несколько секундочку, играл на клавишах в группе Пушкинка в свое время. Да, рок-команда, причем рок серьезнейший. Гарри Кшмельчин, ну, можно, многих можно перечислять сейчас. Если вы внимательно будете и посмотрите фамилии наших нынешних, сегодняшних попсовых продюсеров, извините меня за такую вольную трактовку русского языка, то вы обратите внимание, что начинали-то они с хорошей музыки. А вот 90-е нам все подпортили, просто потому что хотелось выживать, хотелось жрать элементарно и одеваться как-то, и обуваться. На сегодня, еще раз, уже работает чистая инерция, привычка. Как-то жить-то хорошо уже нравится, поэтому как уйти со сцены, как дать возможность людям живым, занимающимся живой музыкой и продвижением живой музыки, как пустить их на эту площадку. Да что вы, боже упаси. Пока мы живы, думают они, вот так и будет все продолжаться. Это моя точка зрения. Я не знаю, согласен ли со мной, Ермин, в данном случае. Передаю микрофон тебе. Так много сказал, мне тяжело как бы про продюсеров этих говорить. Я ни с кем из них лично не знаком. Ну, если вот дело обстоит так, как ты говоришь, что надо только им посочувствовать. Я так предполагаю. Люди портят себе карму. Это уже, видишь как, это мы с тобой понимаем, они-то нет. Да, а что касается фестивалей вот этих, которые проводят эти продюсеры, то мы как бы на них не играем. Нас, во-первых, и не зовут. И фестивали в России немножко такое неблагодарное дело. То есть, если ты играешь на фестивале, то ты обязательно будешь играть под вывеской какой-нибудь там политической партии или каких-нибудь там алкогольных баронов, которые будут рекламировать. Поэтому мы больше ездим играть на фестивале там за границу. Летом мы были в Финляндии на фестивале, Пунтала, где большой фестиваль, где были представители группы из девяти стран. Там было нормально. Там не было полиции. Три тысячи человек. Финны пьют сами, знаете, как. И ни одной драки. Возможно такое представить у нас? У нас фестиваль, это кордон ОМОНа. Обязательно там разбитые лица кого-то увозят. Ничего подобного. Есть замечательный фестиваль. Теперь он называется «Воздух Карелии». Раньше просто «Воздух». Я тебе скажу так. Я не хочу обобщать, просто я... Не-не-не, это я в качестве... Я приглашаю тебя к размышлениям в данном случае. Вот где потрясающая добрая атмосфера, где люди, в общем-то, как и нормальные люди, тоже пьют, но ни драк, ни вызывающего поведения, ни пьяных, лежащих штабелями на входе на площадку, на поляну фестиваля. Очень добрая атмосфера. Так что есть в России фестиваль. Кстати, в этом году он тоже будет. — В Карелии это же почти Финляндия. — Да, то есть пьют там, как в Финляндии, и так же точно не дерутся. Я тебя услышал. Может быть, действительно, близость к Финляндии составляет вот такую атмосферу добрую, хорошую там, в Петрозаводске. Может быть. Ну, опять же, еще раз говорю, что я-то свои мысли высказал. Я же не настаиваю, более того, не навязываю. Я размышлял, почему, как, задавал эти вопросы музыкантам. Музыканты по-разному мне на них отвечали. А потом я стал анализировать ситуацию. Ну, как, мне кажется, что анализом я не обделен в этой жизни. И мне кажется, что я где-то, ну, хотя бы частично прав. Потому что, как ни крути, а вот, допустим, если я вам скажу, что группа «Дюна» в свое время, это «Наш Борь Кабаб», начинали-то они с чего? Не знаете, да? Очень хорошее, тяжелое музло играли. Такой почти хеви-металл. На секундочку, да? Группа «Божья коровка». Вот эта вот отвратительная попсовая фигня. Начинали они, в общем, с рок-н-ролльного звучания. На секундочку. И все потом в 90-е туда-сюда как-то потихонечку перешли вот в эту вот фуфлыжную историю. Ну, потому что на этом проще зарабатывать. И если говорить о группе адаптации, я так, на секундочку, аудитории сообщаю, образовалась команда в 92-м году. В общем, в самое непростое, надо сказать, время. Особенно для заработков. Особенно для такой музыки, а не попсовой. И живут они уже 23 года в своем личном, созданном самим мире, который прекрасен. И дай вам Бог, чтобы у вас все это продолжалось и дальше. Чтобы ни в коем случае коммерция не победила. А я, глядя в глаза, даже через терные стекла Эрмена, понимаю, что коммерция здесь никогда не победит. Надо петь дальше. Спасибо. Мой город будет стоять. Вот. Пошли убойные хиты. Поехали. Поехали. По утрам на всех рынках города Детвора средь пары кашивается Кто ворует, а кто просто кормится Ну а в общем все побираются У народа хватает позлости У вождей не хватило смелости Вот поэтому пьет по-черному Наша странная интеллигенция Патриот мне сказал, что я конченый тип А нацист подтвердил и добавил он в жилье Я стоял одинокий среди грустных людей Я хотелось любви Им хотелось скорее Мой город будет стоять Мой город будет стоять Мой город будет стоять По херей минованным улицам По убитому детству далекому И мотцов со страшными рожами Улыбаются мне прохожие Ночью звезды на небе светятся Ночью птики луною маятся Провода и столбы шевелятся Каждой стены все окушаются Ну а если проснусь, то не выдам себя Чикаря улыбнуть, разобью зеркалами Мы садом зимы Он просит на земле, остаются следы Кто-то в покоромне Мой город будет стоять Мой город будет стоять Мой город будет стоять Что же делать с тем, кто не борется И в котлах, кошельках, паломниках Кто по-прежнему просто тащится И вкладаться своей совестью Он идет по земле хозяином Понимая свое одиночество И справляет народные праздники И не борется за экологию И не нужно ему никаких перемен Революции, погромов, игрушечных войн Он далек от их выставок Наших проблем Он не знает какого понятия Мой город будет стоять Мой город будет стоять Мой город будет стоять Мой город будет стоять Пошли заявки Народ услышал Старые проверенные добрые хиты И давай тут же Заказывать следующие песни Вот эту бы еще хотелось Вот эту нет Извините Музыканты сами решают Что они будут петь Потому как в любом случае Это их трек-листы И они сами выбирали песни Для того, чтобы они звучали Сегодня в эфире Так, давайте мы продолжим Общаться по группе А не по фестивалям Что-то как-то много разошлись Здесь сразу Сейчас начали вспоминать Фестивали Я скажу так Чтобы сразу Артема Толорес-Людеева Чтобы не переписываться Фестиваль нашествия Замечательный фестиваль На нем замечательная атмосфера Но когда в первый же день Приезжаешь туда После обеда И заходишь на поляну Два-три штабеля Абсолютно пьяных Либо абсолютно голых Ходящих под себя Молодых людей Обнаруживаешь В момент В секунду Я уж не знаю Почему так сложилось Уж почему так люди Не терпят И не могут добежать До соседнего куста Но на глазах Это происходит В постоянном режиме И люди Не подготовленные К подобному рок-н-роллу Приезжая на фестиваль В общем-то Разворачиваются И уезжают моментально Я таких тоже видел Но если человек Что называется Живет этим всем И нормально Ко всему относится Когда пьяная толпа Нависает над Бедной Одинокой Сидящей где-нибудь Девушкой И говорит Здравствуйте Как тебя зовут Милая Это фестивальное шествие Это тоже В общем На глазах происходило А вот что касается Того же самого Фестиваля воздух На котором я имел честь Быть ведущим В прошлом году Люди точно так же Пьют пиво Точно так же Но то ли там Выветривается все Гораздо быстрее То ли люди другие Никакого храмства И быдлячества Вот я лично Там для себя не обнаружил Чего нельзя сказать О нашествии Хотя мир Не без добрых людей Не без уродов Правильно я сейчас говорю Так внимательно На меня смотрел сейчас Это так чтобы сразу Уже прекратить разговоры В теме О группе адаптации На предмет фестиваля Вот Иначе я сейчас пытаюсь Найти какие-то новые Сообщения Может быть вопросы А тут все Нашествие воздух Нашествие воздух Что касается фестивалей Расскажи тогда Где были На каких фестивалях В принципе В каких фестивалях Принимала адаптация участие Мы не так много На самом деле Недавно вспоминали Тем более Легко вспомнить будет Да Мы играли на Уральском рубеже Несколько раз Такой фестиваль региональный На Урале проходит В Воронеже играли На фестивале Шурф В Финляндии играли На фестивале Пунтала И все В общем-то Все Да Потому что попасть На какие-то большие фестивали У нас тяжело Если ты Наверное следишь За этим И видишь Что одни и те же группы Перемещаются летом С фестиваля на фестиваль Одни и те же Они уже приелись А из тех Кто там появляются молодые Мне бы не хотелось Никого-то там оскорблять Но Мне кажется Чем ты глупее Попсовить И у тебя больше шансов Туда попасть На этот фестиваль Поэтому Вот так Сейчас Ну не всегда Не всегда может быть Ну не совсем Так Если есть как бы Какая-то политическая воля Организатора фестиваля То в общем Можно быть И совсем не глупым И очень даже талантливым Просто молодым И попасть тоже На фестиваль Ладно Тема снята Просто фестивали тоже разные Фестиваль Фестиваль рознь И так вот по большому счету Надо будет Подумать немножко На эту тему Отдельно от эфира Сегодняшнего Давай еще пить Хотелось бы Хотелось бы еще чего-нибудь Между любовью и не навести Следующая песня Окей Как всегда Живой звук В программе Живые Адаптация здесь сегодня Поехали Субтитры подогнал «Симон» Одни всегда Слушают голос Другие верят в свой бред Нам не осталось и люди И ничего больше нет Герои наших романов Застыли в мертвой петле И мне легко Но они на реке Лежать от снайперской пули Пожешь мишень на спине Очередной Эфир югент А все пройдет по стране Народы будут молиться Но неизбежность морщин Взорвет козелный лист А вырастает как дым Между неволой землей Между мирами войной Между любовь и ненавистью 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 Холода денег Купрямые босты заморских кровей Цивилизованный ужас Патриархальная жуть И я помню как я его никогда не вернуть Я вновь последнему морю Прикрыт с тобою закат Летят над зоною птицы И самолеты летят Собаки жуют добычу От нас летет заверсток И это вечная жизнь на неизбежном посту Между явами землей Между мирами войной Между любовь и ненавистью 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 Любовь и ядовистью Слышат голос, другие верят в свой бред Нам не осталось иллюзий и ничего больше нет Герои наших романов застыли в мертвой петле Им нелегко, но они налегке Между небами земной, между мирами войной Слышат голос, другие верят в свой бред Слышат голос, другие верят в свой бред Всего-то одна песня у нас остается с вами Настолько время быстро пролетело Вот сейчас хочу, все-таки не могу сдержаться Хочу ответить человеку с ником Забухай Сам по себе говорящий ученик пишет Семен, как мерзко вы антипиарите бывших работодателей И при этом раскручиваете свой воздух Аккуратнее стоило бы Идите в жопу Забухай Говорю прямым текстом Не могу сказать большего, потому что все-таки СМИ Слово жопа вполне себе литературное Начнем с того, что никого никто не антипиарит На фестивале замечательные коллективы выступают на нашествии Но если иметь в виду вторую сцену Первую не берем, там все одни и те же много лет Это уже достало, мне кажется, всех Когда я его делал, этот фестиваль Как раз-таки я и рассчитывал на то, что люди придут на вторую сцену Мы говорим о быдле, которая туда приезжает А не о самом фестивале Мы говорим о тех людях, которые год ждут возможности Чтобы приехать туда набухаться, трахнуть телочек Поиграть на гитаре в палатке Не подойдя к сцене ни разу И уехать домой Мы говорим о тех людях, которые создают Сами антипиар фестиваля нашествия К моему стыду и ужасу я это обнаружил В том году, когда проводил этот фестиваль И когда я, как программный директор радиостанции Приезжаю на фестиваль, многолетний фестиваль Мощный, и вижу быдло Пьющее в песке Лежущее, гадящее под себя Причем тоннами Тоннами, мусором забита Вся поляна Мне становится стыдно и неловко Не только за себя, а и за страну В которой проводится этот фестиваль И это не антиреклама Радиостанции, пардоньте Это антиреклама вам Может быть не лично вам забухай Хотя ваш ник говорящий достаточно А всем тем, кто везет на фестиваль Себя в таком виде И всем тем антирекламы Кто позволяет себе относиться к музыке Вот именно так Когда можно приехать, набухаться Ну тут кто-то даже написал А мы были на фестивале Копели на гитарках пару дней у палатки К сцене даже не подходили А какого лешего вы туда ехали вообще? Для вас музыканты на сцене работают Для вас музыканты на сцене стараются Люди делают все возможное Чтобы сделать вам хорошо А вы приехали, забухали А теперь я, видишь ли, должен быть осторожней Но я сказал, куда вам отправиться Можете это сделать прямо сейчас Если что, вы зелен, выпишу Итак, а что касается фестиваля «Воздух» Я к нему лично никакого отношения не имею вообще Просто я там, скажем Вел малую сцену Горкуш первую, а я второй Не более того Разозлил меня этот человек сильно сейчас А мы не играем ни на каком фестивале? В этом году, нет? Нет Ни на каком? Жалко Ну надо подумать Я сказал, надо об этом подумать Помарковать насчет возможностей каких-то Может быть получится что-то Не знаю, не уверен Но попытаться можно Ну что Очень хочу сказать тебе спасибо Ну вот всем вам прежде всего Понятное дело, я говорю ему прежде всего Потому что тексты его Музыка ваша общая Поэтому всем вам, братцы, спасибо Вы прекрасны Ничего, собственно говоря, в моем отношении К группе адаптации не изменилось Как любил, так и люблю Нежно Уж извините, по-мужски Как могу, да? Вы прекрасны И альбом прекрасен Будем надеяться, что тот, который будет написан Следующим Будет не менее хороший Не менее крут В общем, с таким музыкантом Мне кажется, плохо сделать практически Невозможно Завтра Это сейчас в виде анонса В программе «Живые» Вообще другая история Группа «Атава Йо» Знаешь, нет? Нет Рекомендую Потрясающие ребята Фолк Причем как сделанный фолк Ну, в общем, мы как раз-таки Славимся слово «нехорошее», но тем не менее Программа «Живые» Именно тем, что совершенно разноплановые Разнообразные коллективы каждый день А адаптация сегодня закончится Свою программу Какой песней? Песня «Становите лавину» Дай тебе Бог здоровья Спасибо Всем пока, до завтра Будьте здоровы Субтитры создавал DimaTorzok И выключить свет до утра По новостям лёстся кровь Это такая игра Соседи тоже не ложь У них полный отбой Пусть пока ныделят мир И останутся с тобой Ну, и грустный пейзаж Воспитый тысячу раз Район рабочий похож На свой сомнительный класс Я не знаю, кто первый Им всем скажет, стой Мне так хотелось, чтоб ты Была рядом со мной Везут, стыдя, но планету Котной И они сомнутся с тобой Остановить войну Нас золотым миллиардом Золотая звезда Мы блют про то, как скрипят И орут тормоза Своей святынью Каждой отдельной шпаны Нас засосало по горло Теперь мы должны Смахли бонус для тех Кто остался в строю Нас обезменяли вчера Надеюсь, кто остался в раю Весна наступит в четверг Когда закончится дождь Да люди, братья Ты прячешься подухой ног Везут, стыдя, но планету Котной А мне гарантируют Жизнь остановить войну На стадионах аншлаг В прямом эфире беда Ты виртуальный боец В тот сиптонин пустота Не трать мгновенья на то, что приставрировать сны Когда в глаза смотрит вечность За стыною костры Задернишь шторы и выключишь свет До утра по новостям лёгся кровь Это такая игра Соседи тоже не лучше Хотя и могли Но я не стен и границ В этой тюрьме Эхе-эхе-эхе-эхе-эсяхе-эхе-ээээээээээээей Астана ведь и файл, астана ведь и файл, астана ведь и файл, астана. Субтитры подогнал «Симон»